Два молодых человека гуляют по парку. Один такой мачо, второй ботаник. Ну и ботаник жалуется. Понимаешь, никак не могу познакомиться с девушкой. Ну не получается. Второй говорит, делов-то. Да вон на скамейке сидит, красотка. Ну подойди, давай, давай смелее, подойди. Этот подходит на негнущихся ногах. Девушка, здравствуйте. Можно я с вами познакомиться? Та поднимает глаза. Ты хочешь со мной познакомиться? Ты себя в зеркало видел? Тот говорит, к сожалению, видел. Поэтому я и подошел именно к вам. У моего друга, очень популярного артиста, таких личных непридуманных историй выше крыши. И он однажды сделал об этом целый спектакль, который назвал «Конопатая девчонка». Вот отрывок из этого спектакля мы сейчас с вами и увидим. Заслуженный артист России Юрий Гальцев. В первом классе я был от нее без ума. Во втором я сочинял про нее стихи. В третьем я рисовал ее прекраснейшие портреты. В четвертом я посвятил ей целую поэму. Ну а в пятом она сидела в первом ряду, а я на последнем, как на Камчатке. Это «Привет». «Привет». «Узнал меня?» «Маску сними». «Я искала тебя». «Искала?» «Звала». «Звала». «И любила». Никуда не деться, годы не вернуть. Покидает детство всех когда-нибудь. Парта школьная мне снится, Из-за дачника страница. Помню всех учителей до одного. Парта школьная мне снится, И кричит о чем-то звонко, Конопатая девчонка, Из безоблачного детства моего. Как бывает тесно в детстве золотом, Почему-то детство ценим лишь потом. Парта школьная мне снится, Из-за дачника страница. Помню всех учителей до одного. И кричит о чем-то звонко, Конопатая девчонка, Из безоблачного детства моего. Если приглядеться, Мы всегда спешим, Каждый хочет в детстве Стать скорее большим. Парта школьная мне снится, Из-за дачника страница. Помню всех учителей до одного. И кричит о чем-то звонко, Конопатая девчонка, Из безоблачного детства моего. Из безоблачного детства моего. Из безоблачного детства моего. Из безоблачного детства моего. на одной из страниц была приклеена вчерашняя бабочка как она мне нравится но живая бабочка мне как-то нравилось намного больше я понял как руководство к действию сразу же поймал кузнечка и подарил ольги как он мне нравится сказала ольга и на следующий день она пришла с альбомом кузнечик был прикован иголочками на одной из страниц как-то мы с ольгой гуляли по стройке ольга посмотрела на меня темно-зелеными глазами и сказала юра а ты мне так нравишься и я рванул так что моей скорости позавидовали все бабочки и кузнечики вместе взятые ну наконец-то 10 класс я понял что я уже жить без ольги не могу я купил бутылку шампанского цветы и пошел знакомиться с ольгиными родителями я долго стоял около двери наконец я позвонил на пороге показалась ольгина мама вы знаете у нашей олечки очень большое будущее она поступает в университет а вы мальчик ветреный у вас только битлз ван халин джефферсон стейшип дженезис пингвин кафе окестры поющие кормящие гитары вы меня поняли прошло много много лет я закончил театральный институт мне показали первый раз по телевидению меня стали узнавать на улицах я приехал в этот маленький город и неожиданно увидел женщину она шла на встречу юра это ты конечно я а ты куда пропал не звонил не писал кто я ну да я ну конечно я пропал я рассказал историю как после десятого класса приходил к ней знакомиться с родителями ольга смахнула слезу грустно как-то стало это время было так близко и так далеко так далеко и так близко никуда не деться годы не вернуть покидая детства все когда нибудь парта школьная мне снится и задачника страница помню всех учителей до одного и кричит о чем-то звонко конопатая девчонка юрий гальцев артистка театра эстрады меня качарайкина анастасия кипина браво спасибо браво